Сила притягнения родной земли. У Гомельской области протягивается информационный проект об людях, которые счастливо живут и работают на своей малой родине. У им принимают удел десятки специалистов, разных взрослых, профессий и интересов. Как реализовать себя и при этом не одарваться от родных мест, в этот раз рассказали жихары Жлобинского района. С ними познакомился наш корреспондент Ганна Коральчук. Директор Жлобинского историка-краознавчика музея Ніна Шрейтер сострыкает гостей прямо на порозе, чтобы собесно провести экскурсию по установе. Сегодня в этих залах собрано около 18 тысяч экспонатов, которые помогают собирать местные жихары. Многих из них Ніна Шрейтер доброведает. За плечами Жанчины 40 годов педагогического стажа. Коренная Жлобинчанка после учебы в Брестском педагогическом институте вернулась опрацовать в родный город. 27 годов Ніна Шрейтер узначальвала середню школу номер 9 Жлобина. И уже омаль 10 годов яна керую гисторико-краознавчим музеем. Со Жлобином Жанчину звязывай не толькі працовны шлях, але і сям'я. Двое дятей і двое внучак Ніны Шрейтер так сама живуть побач. Горжусь тем, що я реалізовала свою мечту, скажем так. Що я сьогодні являюсь з одной сторони учителем, педагогом, а з другой сторони я сьогодні не потерялась. Я сьогодні, работая в музее, я продолжаю таке важное очень дело, дело, связанное з памятью об історических событиях, которые были в нашем городе. Другая героиня так сама моцная Жанчина і профісійный кераунік. На працягу 10 годів Галина Мельнікова працює головным редактором районной газеты «Новый день» і 20 годів узначальвая районну організацію Беларускага Саюза Жанчин. А крам'я таго, сьогодні яна член Савета Республіки Национального Сходу, депутат обласного і районного Савета депутатов. Неглядзічі на усе звання і пасады, у яе, як і у лябой Жанчины, є свой маленький сакрет. Яна ніколі не споняла сувіць со своєю малою родимою, поселком Эрт, з Чедранського сільсовета. День знань, я їду в свою родну школу, я не теряю связь со своєю малою родиною, постоянно. Как с юности. Вот как я уехала студентка, и каждый выходной возвращалась к себе домой, к маме. Так я и сейчас возвращаюсь. Единственное, что очень огорчает, может, что там никто не встречает уже. Вот. Вот это наводит грусть. Профессийный шлях Алина Мельникова починала у якости библиотекара. Затым працавала у сферы культуры, адукации и идеологии. У газету пройшла уже сформированным керауником. Издолила не только вывести газету на самоокупаемость, але и знайсти сродки на доброчинность. 5% от выручки редакция отдає на развитие района. 44-годовый директор филиала Жлобинской электричной сетки Руб Гомленерга Павел Путырский в зацинстве решил протягивать семейную династию энергетиков. И после закончения Гомельского технического университета имя Сухова вернулся дипломованным специалистом домой. Про 20 лет работы мужчины означали в бойное высокотехнологическое предприятие. Сейчас под его руководством работает амаль тысяча человек. Ну, работая 22 года на предприятии, знаю многих поименно, так сказать, знаю их семьи. Многие тоже большие традиции, династии. Поэтому очень приятно, когда работаешь с отцом, потом работаешь с сыном. И дай бог еще работать с внуком. Мы не только распределяем электроэнергию, но еще и вырабатываем ее. И у нас котельная Рогачевская и ТЭЦ Жлобинская. Мы еще и обеспечиваем теплом два города. На мех дворы открытого акционерного товариства Бабовске застаем Михаила Берещенка, який настроювает жняярку для уборки кукурузы. 28-годового хлопца складано назвать молодым специалистом. За его плячима уже 8 уборочных, 7 з яких у якості комбайнера. У гэтам непростым годзе на уборце ураджаю он у пары с Александром Никитиным. Одным из перших у районе переодолили тысячную отзнаку на молоту. А кроме профессийных досягненьев, Михаил селета святкует еще одну знаковую падзею. Он стал батьком. Разом с женкой Анастасией и дочкой Эвелиной плануя жить и працавать у агрогородку Бабовка. Кажа, где народился, там и сходился. Родился здесь, вырос. Уже с детства, наверное, было как-то заложено приспособленность к сельскому хозяйству. Ну, учеба, практика. Вот результат. Родители здесь всю жизнь работают. Отец, мать. Ну, с них берем пример. Как бы нету планов куда-то убегать, далеко искать. Лучше это нет смысла, наверное. Место, где родился, оно как-то и родное. Ганна Коральчук, Игар Марышин, котель, радует компания Гомель, Жлобинская района.